С кем нашла счастье Рита Дакота? Где лихо отплясывал Андрей Малахов? Зачем бы Трудинов приставал к трансвеститам? Ответы на эти и другие вопросы сегодня на канале «Сплетники». Сам Вэл Карпетян, миллиардер из списка «Форбс», решил порадовать супругу и устроил роскошное празднование на ее юбилей. Какое отношение имеет он к шоу-бизнесу, спросите вы. А сейчас мы поясним. Это у его дочери роковая блондинка Виктория Лопырева увела мужа Игоря Булатова, бывшего одновременно заместителем своего тестя. Это была громкая и почти детективная история. Если вдруг вы с ней не знакомы, можете посмотреть видео на нашем канале, сейчас на экране появится ссылка. Теперь вернемся к празднику. Вечер вел известный тамада Андрей Малахов. Выступали блестящие стразами Киркоров, любимицу супруги олигарха Софии Ротару, Николай Басков, выданный на сдачу после оплаты пернатого Филиппа, Сосо Павляшвили и другие. По самым скромным подсчетам, на праздник было потрачено что-то в районе 22 миллионов рублей. Как сильно плакал Игорь Булатов в подушку в этот вечер над своей судьбой не сообщается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Марат Башаров продолжает доказывать, что у него замечательные отношения с бывшей женой Елизаветой, с которой он развелся в прошлом году из-за своего необузданного нрава. Если сказать проще, бил он жену свою до тех пор, пока ей не надоело. В последнее время он рассказывает, что они живут без штампа в паспорте и просто душа в душу. Однако это оказалось не совсем так. Вернее, совсем не так. Отношения бывшей супруги действительно поддерживают ради сына Марселя. «Мы живем раздельно и отдыхаем, раздельно», — сказала Елизавета. «Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Но еще одного шанса я ему уже не дам. Другого мужчины рядом со мной пока нет. Сердце свободно». Вот такая ситуация на самом деле. Что интересно, громкие скандалы в личной жизни Башарова никак не сказываются на его работе. Он постоянно играет в театре, снимается в сериалах, ведет шоу «Битвы экстрасенсов». Какое-то большое везение или хорошая протекция, так сказать, надежная крыша, как считаете? Пишите свое мнение в комменты. Певица ртом Рита Дакота, похоже, нашла свое женское счастье после долгих страданий и театрального развода с Владом Соколовским. Ее заметили на Бали в компании нового мужчины. Им оказался режиссер Федор Белагай. Ему 32, он владелец рекламного агентства, занимается съемками для глянцевых журналов. Парочка живет на одной из вилл, открыто проводит вместе время, в обнимку ходит по магазинам, где их и заметили. Двухлетняя дочь Дакоты от бывшего мужа тоже живет вместе с ними. Так что артистка имитирует идеальную семью, хотя еще не так давно заявляла, что поставила крест на отношениях. Там же на Бали проводит время и бывший супруг Риты, и компания у нее не менее веселая. Влад, говорят, развлекается в компании очередной девушки, ранее работавшей в эскорте. Но Дакоту, по ее словам, не волнует, чем занимается Соколовский, и в общем-то теперь понятно почему. Тимур Батрудинов попал на камеру во время своего разгульного отдыха в Таиланде. Его засняли в ночном клубе, где он отрывался в компании толпы девушек. В сети даже появилось видео, на котором юморист целуется сразу с двумя спутницами. Очевидцы, выложившие ролик, заметили, что Тимур вел себя в окружении красоток как король и периодически надевал темные очки, видимо, пытаясь скрыть свою личность. Хотя, скорее всего, на самом деле видео постановочное, а он только делал вид, что шифруется. На самом деле как раз работал на публику, чтобы разбавить упорные слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Интернет-пользователи шутят, что развлекаясь с девушками легкого поведения в Таиланде, никогда нельзя быть до конца уверенными в том, что они женского пола. Так что не исключено, что Тимур на самом деле отдыхал в компании трансвеститов. В семье Дмитрия Маликова на неделе состоялся большой праздник. Его младшему сыну Марку исполнилось два года. Если помните, его рождение было большой неожиданностью для всех поклонников певца. Родители и сестра подготовились к празднику, украсив все забавными шарами в виде животных, приготовили подарки. Как только мальчик проснулся, ему вручили большой конструктор и преподнесли торт с двумя свечками. Он уже все умеет и понимает, только свечи задувать пока не научился. Это такое счастье, что он у меня есть. Уже целых два года поделился эмоциями Дмитрий Маликов. Праздник продолжался весь день. А теперь люди, которые пытаются нас удивить. Алена Кравец, давайте назовем ее моделью для приличия, решила восстановить девственность. Это та самая дама, которую состоятельный муж бросила из-за, если мягко сказать, аморального поведения и забрал дочь, чтобы она не видела этого кошмара. Теперь, после того, как по ее словам неизвестный поклонник подарил ей особняк на Рублевке, дом в Ялте, автомобиль, она решила восстановить свою невинность. Как вы считаете, на какой подарок теперь может рассчитывать Алена? И это еще не все. Валерий Комиссаров, который в свое время придумал и запустил Дом-2, начал новый формат. Называется проект «Битва престолов». В принципе, от той же самой бесконечной стройки любви это будет отличаться только названием и средневековой обстановкой, но есть и пара нюансов. Вести это шоу будет 3D-копия Людмилы Гурченко, Настасья Самбурской и инстасамка Дарья Затеева. С живыми дамами все понятно, и патажа и хамство будет выше крыши. Как сюда попала неживая певица, спросите вы? Все оказалось достаточно просто. Сама Гурченко скончалась в 2011, а ее единственная дочь в 2017. Родственников нет, права на изображение и образ никто не предъявит. Теперь продюсерам Дома-2 можно делать с ней все, что угодно. Пишите в комменты, как вам такая идея использовать мощи старых актеров и певиц. Будете смотреть это шоу? Это были вот так новости. Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм, там то, что не покажут на ютубе. Все ссылки под видео.